всем привет всем привет на канале rb хоккей где мы говорим только о хоккее с вами павел лысенков и давайте обсудим вторые матчи второго раунда в плей-офф кубка стэнли там очень много интересного есть о чем поговорить есть что обсудить но в первую очередь хочу напомнить что на канале rb хоккей есть много классного интересного хоккейного контента есть передача отдел хоккей свежий выпуск не за горами скоро мы запишем и есть много разных прогнозов на кхл когда это было актуально на чемпионат мира мы сейчас обсуждаем это да и на нхл как раз хочу про нхл сейчас и поговорить потому что первые матчи второго раунда были пламенными получились огненными и давайте сделаем прогноз на вторые игры вот так без экспресса уже просто экспресса составлял на канале рб хоккей вы легко можете найти шесть типа шесть с половиной на то кто выходит дальше по сериям и кстати как раз те на кого я ставил тогда не ставил а делал прогнозы они выиграли первые матчи так что я на шажочек стал ближе к истине но можете найти то видео и пересмотреть давайте начнем с матча второго матча серии флорида там по флорида там по там по очень уверенно выиграла у флориды 41 хотя конечно пантерс пантерс вели 1-0 после первого периода и до третьего периода было все непонятно но как раз там по за счет своего опыта за счет мастерства отдельных игроков начиная с никита кучерова в атаке заканчиваем телевским воротах взяла свое при том что не будем забывать и там по нет брейдена поинта это серьезно но в этом плей-о брейден поинт играет во втором звене а первое звено от этого никак не страдает кучер в связке со стемкосом и потеря поинта на нем не скажется бобровский играл и не совсем стабильный вратарь конечно но что я скажу по второму матчу по второму матчу я смотрю букмекеры тотально верят победу флориды понятно до победителя регулярного чемпионата но оборонник более мягко чем у торонто с которому там по получилось жесточайшая заруба и когда дают за победу тампы 227 даже в дополнительное время я считает надо брать потому что там поиграет в этой серии получше флориды пока 227 кэп мем который я бы не стал проходить второй матч колорадо сэнд луис коронавирус конечно первая игра завершилась в овертайме не можно было бы сказать что сэнд луис где-то на равных играет играет с колорадо но знаете что я меня зацепило в овертайме у колорадо было 13 бросков при нуле бросков у сэнд луиса то есть 13 по броскам колорадо доминировал задавил сэнд луис и в итоге взял свое плюс играют дома и когда они играют в дома то конечно хочется прогнозирует победу Эвеландж и во втором матче. Вообще Эвеландж та команда, которая может даже однажды дойти до Кубка Стэнли или как минимум до финала. Поэтому беру победу Колорадо в основное время при тотале больше пяти с половиной, потому что Кэф на победу Колорадо сам по себе очень маленький. Вот Кэф 2-21 собирается из того, что если Колорадо выиграет в основное время, и тотал будет больше пяти с половиной. Я бы поверил именно в это. Каролина Рэндж. Игра снова завершилась в овертайме. Но на этот раз забил не Артемий Панарин, а защитник Каролины Йен Коул, который всего к своим 33 годам забил только два гола в плей-офф за карьеру. То есть такое событие было достаточно редкое. И Игорь Шестеркин, в принципе, держался молодцом. Я бы во втором матче спрогнозировал на 2-42, что выиграет Рэндж. Пусть даже в дополнительное время овертайм. Буллитов не бывает, да. Конечно же плей-офф с овертаймом, да. Ну, 2-42, команда более-менее равная, как мне кажется. И Рэндж, почему бы и не зацепят второй матч. Тем более такой кэф. И, наконец, последняя игра. Ого, какая игра была. Игра сегодня, да. Калгари-Эдмонтон. 9-6. Калгари ввел 6-2. Потом 6-6. Эдмонтон сравнял. Потом 9-6. Калгари выиграл. Мэтт Качук сделал хитрик. Болельщики сходят с ума. Битва при Альберте, конечно, оправдывает себя в полной мере. Можно ли и дальше ждать таких счетов? Ну, слушайте, Калгари в первом раунде в 7 матчах забил 15 голов. Здесь сразу 9. И это говорит о том, что с одной стороны атака у команд сильная, да. С той стороны Макдэвид, Розайтл. С другой стороны вратари, да, там, например, когда 40-летний Майк Смит, там, Коскинен. Ну, все это очень ненадежные вратари. И Эдмонтон много пропускает. При этом хочет много забить, чтобы как-то отыграться, сбалансировать. Калгари команда системная. Мне кажется, здесь мы и дальше будем видеть много шайб. Насколько много шайб? Есть Total больше. Total больше я бы здесь взял. Total больше 7.0. За Total больше 7.0 дают здесь 2.17. 2.17. То есть, если забивают счет, там, 4.3, день вам возвращается. Если больше, да, там, 5-4 или еще что-то, 8 шайб и больше, то вы в плюсе. То есть, вы как бы страхуете с одной стороны, а с другой стороны играете по большому кэфу. Вот я бы так спрогнозировал следующие 4 матча второго раунда. Второй раунд радует. Смотрите НХЛ, очень интересно. И давайте продвинем это видео. Лайки, подписки, комментарии. Оставляйте, общайтесь. Предлагайте, на самом деле, свои версии на 4 этих пары. Потому что каждый из них, на самом деле, настоящий огонь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!